Здравствуйте, друзья! Рада вас снова всех видеть, рада, что вы снова на нашем канале. После небольшого для вас, но для меня продолжительного перерыва, снова начинаем наши видеообзоры. Сегодня хочу вам показать хорошую квартиру, планировки 2 плюс 1, которая находится на высоком первом этаже. Она находится в поселке Томюк, провинции Мерсин. Цена ее очень приятная, очень демократичная. На сегодняшний день в этой цене у нас квартиры 1 плюс 1 или старые 2 плюс 1, и то их найти будет очень проблематично. Я вас приглашаю в квартиру, давайте ее посмотрим, оценим достоинства и недостатки. Мы с вами поднялись на этаж. Это у нас высокий первый этаж, внизу есть еще цокольный этаж. Здесь у нас на лестничной площадке есть один лифт, три квартиры, основная и пожарная лестница. Сейчас я вас приглашаю пройти непосредственно в саму квартиру. Здесь хорошенькие двери. Посмотрите, миленько все. Приглашаю, пойдемте, заходите. На входе в квартиру у нас с правой стороны есть уже шкафчик, в котором можно удобно разместить, как предметы первой необходимости, верхнюю одежду, обувь. В общем, все необходимое тут можно разместить. Также есть у нас домофон, выключатель, естественно. Посмотрите, потолок сделан тоже у нас интересные, есть гипсокартонные конструкции. Теперь мы с вами обойдем квартиру. Начнем мы с вами справа налево. Здесь у нас салон, совмещенный с кухней. Вот такой нарядный фартук в первую очередь бросается в глаза в этой кухонной зоне. Обратите внимание, что здесь у нас хорошая акриловая столешница, где уже вылито место под умывальник. То есть здесь не отдельный, а уже вылитый в акриловой столешнице. Потом есть у нас ниши под холодильник, под посудомоечную машинку, под стиральную машинку, духовой шкаф, варочную поверхность и вытяжка уже встроенная. В этой комнате у нас зона отдыха достаточно большая, я считаю, просторная. Можно разместить как минимум два полноценных дивана. Также здесь у нас два окна на южную сторону. И выход на балкон находится на восточной стороне квартиры. Обратите также внимание, что у нас уже сделана проводка для установки кондиционера. Как воздуховоды, так и электрические сети подведены. Также для телевизора все проводки сделаны. Теперь я вас приглашаю пройти на балкон, посмотрим, какие виды открываются с него. Мы с вами вышли на балкон. Он практически прямоугольной формы, сказала бы, если бы не был срезан вот этот угол. Примерно 6-7 квадратных метров. Как я уже говорила, смотрит он у нас на восток и на юг. Здесь открывается вид на двор соседнего комплекса, соседних апартаментов. Также видно сад. Я так подозреваю, что там есть у нас и цитрусовые, и весной тут будет прекрасный запах. Обратите также внимание, что здесь приготовлена разводка для установки бойлера. А также у нас здесь место для наружного блока кондиционера. Также все проводки уже сделаны. Выйдя из салона, мы с вами сейчас находимся в коридоре. За моей спиной у нас общий санузел. Он один в этой квартире. Здесь у нас есть хорошая душевая кабинка, унитаз и умывальник с зеркалом. Сейчас я вас приглашаю пройти в первую спальную комнату. Мы с вами прошли в первую спальную комнату. Здесь у нас окно на восточную сторону, а также выход на балкон на северной стороне. Приготовлены места для установки кондиционера, телевизора, все разводки, все это есть. Также хочу отметить ваше внимание, что полы в этой квартире везде сделаны уже кафелем, но по форме напоминающей ламинат. Вот такое интересное сочетание. Теперь я вас приглашаю на балкон. Давайте рассмотрим его. Мы с вами вышли на балкон. Он у нас достаточно узкий. Я думаю, здесь где-то 70-80 сантиметров, не более того. А в длину около 2,5-3 метров. Такой небольшой балкон. Здесь единственное, что я могу отметить, что у нас есть выходы от проводки кондиционера. Освещение, естественно, есть так же, как и на первом балконе. Мы сейчас с вами находимся во второй спальной комнате. По размерам она примерно такая же, как и предыдущая. Около 11 квадратных метров. Здесь у нас есть окно на северную сторону с видом на сад соседних апартаментов. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели квартиру. Я считаю, что эта квартира достойна внимания. Ее очевидный плюс большой жирный – это, естественно, цена. Я считаю, что и расположение этого комплекса достаточно хорошее. Тут недалеко и главная дорога. Причем шум от нее закрывает впереди стоящее здание. А также до моря здесь у нас порядка 400-450 метров, что тоже очень приятно. И пляжная полоса хорошая, песчаная, пологий вход в море. Минус, конечно же, то, что это первый этаж и море отсюда не видно. Это факт, это стоит признать. Но тем людям, у кого бюджет достаточно скромный, следует обратить внимание на эту квартиру, приехать, посмотреть ее, оценить и приобрести. На этом я с вами прощаюсь. Очень рада была снова выйти в эфир, встретиться с вами. Жду вас в следующих наших видеообзорах. Подписывайтесь на наш канал. Ждем ваши лайки, комментарии. Обращайтесь к нам. До свидания. Всего хорошего. С вами была Александра Гаязова.